ОККУПАЦИОННЫЕ ВЛАСТИ В Эскишехире готовят по крымско-татарскому рецепту. Таких в Турции больше не найти. Если вы поедете в любой другой город и скажете, что вы из Эскишехира, первое, что вас спросят – ты крымский татарин? В Эскишехире почти каждый четвертый крымский татарин. Родители Эрола родились уже в Турции. Семью депортировали из Крыма в конце 18 века, после Крымской войны. 15 лет назад я открыл столовую в Эскишехире под названием «Крымский чебурек». И я считаю, что таким образом я поддерживаю крымско-татарскую культуру. Ридван Карлюк – автор десятка научных статей и проектов о Крыме. Он рассказывает, первая этническая чистка на полуострове массово привела крымских татар в Турцию. В 18 веке только за семь лет с полуострова выселили около 300 тысяч крымских татар. Во время оккупации Крыма-России в 1783 году часть населения Крымского ханства, не выдержав русского давления, стали мигрировать на земли Анатолии, в частности в Болгарию и Румынию. Теперь самая большая диаспора живет в Турции. В Турции проживает от 3 до 5 миллионов крымских татар. Считается, что после первой оккупации Крыма-России они мигрировали с полуострова на протяжении 200 лет. В мае 1944 года в ходе спецоперации НКВД и НКГБ из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и Урал депортируют всех крымских татар. Их называют предателями родины. По официальным данным, с полуострова насильно вывезли более 194 тысяч человек. В пустующие территории полуострова Кремль заселяют русскими и тем самым формируют лояльное к пророссийской политике население. Наш народ сегодня столкнулся с новым витком репрессий после 70 лет депортации в 1944 году. Появился новый какой-то ярлык. Ярлык уже не предателя, а ярлык террориста-экстремиста. С 2014 года крымские татары вновь массово покидают полуостров. После оккупации Крыма на материк выехали более 34 тысяч человек. Активист крымской солидарности Диля Вермиметов называет это гибридной депортацией. Она заключается в показательном обвинении крымских татар в экстремизме и терроризме. Та практика антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, она сегодня используется как инструмент против инакомысля. Пытаются создать такие условия, чтобы они напоминали собой определенную гибридную депортацию, когда люди вынуждены выезжать из-за того, что оказывается в отношении них давление. В мае 16-го ФСБ обыскало дом родителей Диля Вера Меметова. Отца, как одного из фигурантов в делах из Бут-Тахрир, суд в Ростове приговорил к 9 годам. Естественно, мы никогда не сталкивались с подобным. Когда мы утром спим и в 6 часов утра врывается сотрудник ФСБ, численностью более 10 человек, это только которых мы сумели увидеть. И когда после 4-часового обыска говорят, что поедем на 15 минут, подпишем какие-то документы, а 15 минут сегодня уже длятся почти 3 года. Адвокат Николай Полозов называет давление на крымских татар новой формой этнических чисток. Таким образом, российские власти пытаются изменить демографический баланс в Крыму. Прежде всего, для того, чтобы продемонстрировать, что Крым наш. Таким образом, российские власти пытаются, ну что называется, примотать Крым вот этими человеческими судьбами к материковой части России. За пять лет на полуостров переселили более полумиллиона человек. Среди новых жителей россияне – пенсионеры, военные и представители силовых органов. Угрожающий процесс. Идет замещение привезенными и заехавшими с Российской Федерации. По разным оценкам, эта цифра от 15 до 30%. Военные заезжают семьями. Силовики, ФСБ, полиция, нацгвардия – также семьями. И именно для них это сумасшедшее строительство идет. Согласно данным всеукраинской переписи, в 2001 году в Крыму проживали 58% русских, 24% украинцев и 12% крымских татар. Но уже согласно статистике оккупационных властей, в 2014 году русских Крыму – 68% и значительно сократилось количество украинцев и крымских татар. Юлия Башко, Диека Таман, Игорь Каркадым, ЮЭТВ.